Пироман-любитель, заключенный священник, пожар в автобусе, приговор за пьяное хулиганство с ножом, шоколадно-связной тайник в ростовском СИЗО, черные лесорубы, старинная икона и покоритель искусственной городской елки. Все это в итоговой программе Ростовского городового. В студии Анастасия Фериченкова. Здравствуйте. Целый химсклад организовал дома ростовчанин. Нитроцеллюлоза, смесь сахарозы и нитратокалия. И все это взрывчатые вещества. Дело в том, что мужчина увлекался кустарным производством пиротехники. И мало того, что мастерил взрывные устройства, так еще и публиковал инструкции в интернете. Самодельничал прямо в квартире многоэтажки. Пока к нему не пришли сотрудники ФСБ. Ворошиловский районный суд признал мужчину виновным по двум статьям. Незаконное приобретение, хранение, перевозка и ношение взрывчатых веществ или взрывчатых устройств. И незаконное изготовление взрывчатых веществ. Наказание по ним 3,5 года лишения свободы условно со штрафом 110 тысяч рублей. Почти на два месяца заключил суд под стражу священника из Азовского района. При этом инкриминируемую статью Объединенная прислужба судов региона не разглашает. Но раньше СМИ сообщали, что 46-летний настоятель Никольского храма села Новониколаевка подозревается в том, что годами домогался приемных дочерей. Заявление в полицию написала жена. До выяснения обстоятельств клирика отстранили от священнослужения. Хулиган с кухонным ножом, перепугавший батайских школьников, в сентябре отправился в колонию на 8 месяцев. Видео неадекватного поведения тогда сняли очевидцы. Средь бела дня пьяный 55-летний батайчанин размахивал ножом и матерился на детей у входа в 9-ю школу. Расследование уголовного дела о хулиганстве председатель СКР Александр Бастрыкин поставил на контроль в Центральном аппарате ведомства. Собранные следственным отделом по городу Батайск Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 55-летнего жителя города Батайска. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации. Хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия. Выпрыгивать из горящего автобуса пришлось пассажирам Таганрогского маршрута 31. На перекрестке улиц Дзержинского и Морозова воскресный рейс прервало упавшее дерево. Свалилось, оборвав контактную троллейбусную сеть в тот момент, когда под ней проезжал автобус. Искра и автобус с 40 пассажирами внутри в огне. Пламя удалось потушить довольно быстро силами 8 пожарных и 2 машин. Среди пассажиров всего один пострадавший. Женщину госпитализировали с травмой носа. Больше 10 часов тушили еще один пожар в Таганроге. Сообщение о возгорании на складе в промзоне поступило в половине 6 вечера вторника. А полностью его удалось потушить лишь к 7 утра следующего дня. По прибытию первых подразделений установлено, что происходит горение в двух складских помещениях. Объявлен прошедший ранг пожара номер 3. Привлечено 90 человек личного состава, 20 единиц техники. Погибших, пострадавших нет. Огонь охватил 2500 квадратных метров. Сначала сообщалось, что горят покрышки, но эта информация не подтвердилась. Как и о возгорании склада с елками. Металлические ангары были набиты пластиковой тарой и леской для триммеров. Тушили их всю ночь, в том числе с пожарных подъемников. Работала на месте и лаборатория по выявлению вредных веществ в воздухе. И превышение норм не зафиксировала. Причины пожара устанавливаются. Прокуратура проводит проверку. Сесть на деревянные нары могут 20 и 27-летние жители Красносулинского района, решившие заработать на лесе. Незадачливые бизнесмены просто выехали на ближайший железнодорожный перегон и спилили в защитной лесополосе 28 деревьев. Ясень, акацию и клен грузили в машину, а потом продавали через интернет на дрова. Такая самозанятость может стоить дорого. По статье за незаконную рубку лесных насаждений грозит до 7 лет тюрьмы. Старинную икону нашли в багажнике пассажирки авиарейса «Ростов-на-Дону-Стамбул». С культурной ценностью россиянка шла, как ни в чем не бывало, по зеленому коридору. Словно ничего святого при ней и не было. Но экспертиза показала ценность путевой иконы XIX века, воскресения Христова, сошествия в ад. В соответствии с действующим законодательством для вывоза культурных ценностей при прохождении таможенного контроля, необходимо представить надлежащим образом заполненную пассажирскую таможенную декларацию и соответствующее разрешение Министерства культуры. За нарушение установленного порядка предусмотрена административная и уголовная ответственность. Тюремные связисты пробили дно, желая наладить связь с заключенными в СИЗО номер 5. Ростовчанка немного доработала баночку какао. Под шоколадной пылью скрывалось второе дно, а уже под ним осадок в виде телефона с зарядкой. Но модификация напитка не осталась незамеченной сотрудниками следственного изолятора. Теперь ГУФСИН проводит проверку. Незапланированную остановку с экстренным торможением пришлось делать пассажирскому поезду на переезде в Батайске. А все потому, что лихач на легковушке проигнорировал красный сигнал светофора с сиреной. Только вот проскочить поднявшиеся барьеры не получилось, и машина угодила в ловушку. Как пишут очевидцы, таких умников оказалось двое. Тот же трюк с проскакиванием на красный пытался исполнить грузовичок, за что получил шлагбаумом по кузову. К счастью, никто не пострадал. Дикарей так и тянет на дерево. Очередной экземпляр урбанизированной фауны не смог пройти мимо новочеркасской городской елки. Зов джунглей потянул его наверх. Правда, покорить этот Эверест елколазу так и не удалось. В процессе проснулись человеческое эго и понимание, что это была плохая идея. Не долез до верхушки, потому что здесь очень слабая конструкция. Не хочу рисковать, никому не рекомендую это повторять. Конечно же. Администрация, простите меня, снова. Снова, значит, не в первый раз. И не простили. Суд признал парня виновным в явном неуважении к обществу и нанесении материального ущерба. За поломанный каркас парня арестовали на двое суток. Больше тонны орехов уничтожены на границе. Ростовские таможенники обнаружили их при досмотре тягача, приехавшего с Украины. Ядра в недрах кузова обнаружились рентгеном. Сверка документов с результатами осмотра показала больше 1200 килограммов незадекларированных орехов. Излишек изъяли и уничтожили в присутствии представителей транспортной прокуратуры и Россельхознадзора. На этом у меня все. До встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин